Султан Комиевич, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Скажем так, что мы представление имели, как и будет Тюмени играть. Это, отдав мяч и отдав небольшое пространство, будет встречать нас в среднем и третьем поле. И именно эта игра и получилась по первому тайму. Проблемы наши были в том, что у нас очень медленно мяч ходил и именно движение без мяча было не таким активным, как нам бы хотелось в перерыве. Поговорили с ребятами, отметили те недостатки, которые у нас были и попросили добавить в движение. Концовка волшебная? Когда команда выигрывает, она всегда волшебная. Нурик обжог, а ты вышел в конце, он сколько тренировок ты с вами провел? Он провел с командой, получается, два занятия. Когда прибыл к нам, была индивидуальная работа, на которой, понятное дело, что Нурик не совсем готов. И выпуская его сегодня, мы, скажем так, хотели просто, чтобы он влился в коллектив, в команду и почувствовал опять эту атмосферу соревновательную. Поэтому было принято такое решение, чтобы выпустить. Плюс быстрота его принятия решения быстроты, оно никуда не делалось. И надеялись, что на этом тоже сыграем. Как оцените игру Павла Долгова сегодня, учитывая, что, в принципе, было не так много эпизодов, когда у нас была возможность влиять, допустим, первым таймингом ход игры, а вторым таймингом уже больше стала передача его создана. Насколько решающая значимость? Ну, я уже в начале сказал, что мы понимали, как будет Тюмень, да, и проходить вот эту оборону очень тяжело. Проходить двух нападающих – это одна линия четырех игроков средней зоны, это вторая линия, и четырех защитников пройти очень тяжело было. Просили ребят, чтобы были доставки с фланга. Они не были такими качественными, как бы нам хотелось. По моменту, если Паша вспомнит, да, в первом тайме был неплохой эпизод, который с правой стороны, справа нашего фланга началась, атака, да, и когда доставили мяч до Паши, ну, немножко, скажем так, неубедительно сыграл Паша. Во втором тайме же мы попросили, чтобы больше доставок было на Пашу, и вскрывали спину. Спину защитников, где Паша очень здорово цепляется и вверху, и может сохранить мяч, да, и сделать скидку. Поэтому вот этот эпизод, который с голом, он поспособствовал тому, чтобы Паша сработал. Сказали, что готовились к Тюмени. Сложно было по этому матчу подготовиться, в принципе, с учетом того, что состав-то сегодня другой был. Не тот, что в первом начале. Ну, я еще раз повторюсь, то, что тренер-то остался, главный тренер, принципы тренера, они видны. И мы понимали, что, если говорить по индивидуальным качествам футболистов, да, это разные футболисты, которые пришли, и те, которые ушли, это разные. Но, в принципе, именно командные действия они сохранились, с учетом того, что главный тренер так и работает. То есть можно сказать, что вы готовились больше даже по матчам прошлого сезона? Ну, акцент на это тоже делаете, но первый тур, который был в Нижнекамске, дал много информации. Единственное, что, скажу, мы немножко, скажем так, думали, что Тюмень, может быть, чуть выше будет встречать, особенно в первом тайме, но оказалось, что они также остались в среднем блоке и встречались в середине, и пытались сработать на быстрых атаках. Что надо отдать должное, у них это получалось, они были очень опасны именно в этом компоненте. Анатолий, ваш комментарий, пожалуйста. Ну, такое как бы некое дежавю, такое повторение прошлого сезона, когда мы пропустили тоже добавленное время. Но если брать саму игру, то понятно, что Маланя со своим стилем, естественно, мы к этому готовились, выбрали тактику, играли вторым номером на быстрых атаках. Ну, на мой взгляд, в первом тайме у нас там было несколько эпизодов, да, у Купцова мог он, скажем, ну, что-то там сыграть по-хладнокровнее, по-увереннее, да, но он все-таки, ну, наверное, его там второй матч в ФНЛ, да. Ну, и во втором тайме тоже там, на мой взгляд, там и прострел хороший Медведев, сделал кинфакт, там чуть-чуть не успел, да, плюс Косаре бил в пустые ворота, защитник, ну, и в концовке. Ну, не знаю, мы сейчас посмотрели запись там, да, повтор, на мой взгляд, это чистое вне игры, да, то есть, на мой взгляд, помощник ошибся, к сожалению, вот, как бы, судейская ошибка, ну, опять же, это мое мнение, повлияло, да, на результат, так же, как в «Нефтехимике», когда не назначены пенальти чистые, да, там, на пятой минуте. Ну, видимо, видимо, так надо нам пройти через все это. Как оцените сейчас комплектацию команды, то есть, какие-то позиции еще просматриваются, и в целом они полностью с ним не комплектованы, и будет вот этим составом, собственно, играть как минимум до зима? Ну, работа идет, естественно, работа идет, трансферное окно открыто, если кто-то появится, скажем, который нас устраивает, да, будем думать. Конкретных позиций нет? Конкретных нет, да, потому что все равно футболистов не так много, если кто-то где-то в каких-то командах играть не будет, в топ нашей линии, да, возможно, если нам предложат, мы будем думать. Игорь Анатольевич, можно сказать, что ты сегодня все решила, ну, вот, успешное действие, нестандартное, передачу, да, Долгова, и вот, чтобы ты на таких нестандартных действий Тюмени не хватила при запятном кругу? Ну, не спорю, стандартные действия, нестандартное Долгова, да, хорошее, а, ну, давайте во втором тайме, когда взаимодействие там, на правом фланге вывели Медведева в позицию с фланг, он прострелил туда, куда надо прострелил, и, к сожалению, там наши не замкнули, на мой взгляд, тоже хорошая комбинация. Если бы закончилось голом, да, я думаю, что тоже было бы хорошо. Александр. Олег Кенфакт сегодня на основе пришел, провел почти весь матч, и можно сказать, что политики местные, как бы, ну, они громче всех ему аплодировали, когда он на замену ходил, то есть он становится любимцем трибун, возможно, ну, и тоже сегодня старался, как бы, мог забить. А вот вы как оцените его по тренировкам? Он же вообще из пуляжного футбола большой попал, по сути, и, ну, по-моему, видно, что он самочек вообще оценит его работы, на тренировке, так далее. По работе к нему претензий нет, молодец, и видите, сегодня старался, опять же, правильно сказали, забить мог. Понятно, что мы там две позиции поменяли ему, ну, и надо, наверное, все-таки делать такую, да, он после Кубани не тренировался вообще с командой, то есть он индивидуально занимался, и с нами вот буквально занимается там, наверное, неделю, то есть он там приехал за два дня до нефтехимика, и сейчас вот этот цикл занимался, поэтому здесь, естественно, я надеюсь, что он еще прибавит и как бы и функциональной готовности, и так, и понимание, потому что все равно, ну, мы там что-то ему говорим, понятно, что он по-русски понимает, вопросов нет, но пока тяжело его адаптировать все равно к нашим требованиям, но, опять же, повторюсь, что, надеюсь, что все будет хорошо. Есть ли в сегодняшнем матче какой-то ощутимый прогресс в качестве игры, ну, там, налаживание связи между игроками по сравнению с первым матчем, кто-то с нефтехимика? Ну, сто процентов есть, я, на мой взгляд, ничего не дали создать, да, нас не было, ну, я не помню таких каких-то моментов. Во втором тайме удар, там, по-моему, с 18-20 метров, это и тоже с моей там скамейки показалось, что вроде бы опасно, да, но так я сейчас, не знаю, опять же, не хочу говорить, я не помню опасных моментов. То есть, на мой взгляд, сырали надежно в обороне, за исключением вот этого момента последнего, ну, там, опять же, повторюсь, на мой взгляд, это было вне игры. Там, опять, такой спорный момент, ну, это пусть там на совести арбитра или там, как там, не знаю, какие-то линии надо чертить, там, на сожалению, вара нету. Ну, понятно дело, конкуренция в команде, это хорошо. Ну, как у вас заметят, вот, номер первый трансфер или, вот, конкретно зависит от того, как покажете? Ну, у нас все номер первый, конкуренция, да, то есть, вы ходите, играете. Ну, то, что он опытный, это как бесспорно, просто еще раз повторюсь, он приехал буквально, там, пять дней в команде, плюс, достаточно много не играл, и, да, в прошлом году вообще, по-моему, не играл, то есть, ни одного матча там не сыграл. Тоже для вратаря немаловажная игровая практика, да, у нас, к сожалению, тоже Андрей Савин в прошлом году не играл, но вот сейчас две игры сыграл, вроде бы, я даже не помню, еще раз говорю, там, чтобы он какой-то сейф сделал, там, в этом матче, да, или еще что-то. Ну, там было, там, сколько играл. Ну, да, поэтому здесь, естественно, тоже, может быть, так плохо, да, когда играешь, ни ударов, ничего опасного, и найти на девяносто четвертой с половиной минуте, там, один удар поворотом и как раз гол. Ну, опять же, это футбол, тем он и интересен, но, к сожалению, нам, как бы, да, от этого ни холодно, ни жарко, да, ну, что делать, будем дальше двигаться. Субтитры сделал DimaTorzok